Здравствуйте! С вами программа Наши Тесты и начну с обманчивости первого впечатления. Вот скажите, твердый это автомобиль или нет? Примерно настолько же, насколько и любая другая машина. Правда, не совсем. Дело в том, что перед вами Geely Atlas Pro и это мягкий гибрид. Чтобы открыть капот, рычажок надо дернуть дважды. Мне кажется, это вызовет смешанные чувства у владельцев BMW. Взгляните, как оформлено подкапотное пространство. Красота же! Газовые упоры, естественно. Любопытная деталь. Капот скрывается под мягким щитом, таким вот пластиковым. Но сразу скажу, гибрид мягкий не поэтому. В любом случае, снимаем крышку и смотрим на турбированный бензиновый трехцилиндровый мотор объемом полтора литра. На 90% он стоит из тех же самых деталей, что и аналогичный двигатель Volvo. Тут, конечно, возникает вопрос. Хорошо, с 90% все ясно, а те 10, которые отличаются, это что? К сожалению, представители компании GLT маниат на этот счет и говорят, что, мол, частичные механические детали, частичная электроника. В любом случае, двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. 177 лошадиных сил, 255 ньютон-метров крутящего момента. Вторую цифру запомните, она нам сейчас понадобится. Вот дальше начинаются чудеса. Здесь у нас два стартера. Один обычный, второй нет. Это стартер-генератор, и мы его можем увидеть, что называется, невооруженным взглядом. Суть в следующем. Этот самый стартер-генератор иногда помогает мотору, в частности, при разгоне. И он добавляет еще 50 ньютон-метров. Итого получается, что силовая установка в целом может развивать 300 ньютон-метров. Зачем это нужно? Во-первых, для того, чтобы сделать характер машины более породистым. Чтоб не было турбо-ямы, чтоб с самых низких оборотов мотор тянул как следует. Это с одной стороны. Есть и другая. Экономичность. Мол, с этой системой автомобиль потребляет на 10-15% топлива меньше. Тоже вроде не последнее дело. Но тут возникает вопрос. Хорошо, если тот самый стартер-генератор, это как бы дополнительный электродвигатель, то должна же быть и какая-то батарея, она есть, и мы в свое время ее увидим. Почему гибрид называют мягким? Потому что обычная гибридная силовая установка, она вроде как состоит из ДВС и электромотора, который, ну, с определенной долей условности на равных. А здесь есть стартер-генератор, который именно иногда помогает основному мотору. Атлас ПРО машина современная, но систем какого-то бесконтактного доступа в багажник тут нет. Ногой под бампером махать бесполезно. Надо нажать одну из трех кнопок. Одна в салоне автомобиля, вторая на брелоке, а третья вот здесь на пятой двери, оборудованной электроприводом. Открываем грузовой отсек и видим следующее. Если закрыть багажную шторку, то мы получим объем 378 литров. Не сказать, что чемпионский, но, тем не менее, вполне достаточный для жителей города. Погрузочная высота не самая маленькая, но нет вот этого порожка, который иногда мешает выгружать тяжелые вещи. Самое интересное, внезапно в нашем случае, подполье, потому что здесь у нас обитает докаточка. И вот согласитесь, на первый взгляд кажется, что в принципе могли бы положить сюда полноразмерное запасное колесо. Нет, не могли. И сейчас покажу почему. Для этого нам надо багажник слегка разобрать. Вынимаем полку и теперь достаем вот эту вот конструкцию, в которую встроены инструменты. И смотреть, что мы с вами тут находим. Вот она батарея на 8 Ач марки А123. Это еще один элемент той самой гибридной силовой установки. Что касается габаритов, то это типичный компактный кроссовер. 4,5 метра в длину, 4,5 метра и 44 миллиметра. В ширину 1,80 метра, ростом 1,70 метра с небольшим, дорожный просвет 171 миллиметр. Причем это величина, которую называет производитель. Рулетка бывает менее оптимистична, как правило. 22 и 26 это углы въезда и съезда. То есть, что касается геометрии, это далеко не вездеход. С задним диваном, кстати, интересно, потому что это один из немногих представителей своего класса, где наклон спинки можно регулировать. Клавиша располагается настолько неудобно, что менять угол наклона можно, когда ты стоишь снаружи автомобиля. Иначе это просто акробатика. Да и диапазон регулировок такой себе, но в конце концов такая возможность в наличии. Теперь садимся в машину и обращаем внимание, что запас пространства тут очень солидный. Кресло под меня настроено, место есть и перед коленями, и над головой. А еще есть два разъема USB для зарядки гаджетов, есть двухпозиционный подогрев сидений, есть воздуховоды и, разумеется, подлокотник в наличии. Причем тут есть подстаканники. Вроде бы не такое уж и открытие, но они очень качественно и продуманно сделаны. И вот в таких продуманных мелочах весь «Атлас» хранит. Машины приезжают нам с белорусского завода, в который компания «Джили» вложила 360 миллионов евро. «Евро» завод, кстати, рассчитан на производство 60 тысяч автомобилей ежегодно. Я отлично понимаю, что среди зрителей хватает скептиков, которые несколько подозрительно относятся к любым китайским автомобилям. И, честно говоря, такое отношение можно понять, потому что совсем недавно это были очень странные изделия из фольги и мусора. Но давайте объективно. Что такое компания или корпорация «Джили» сегодня? Ей принадлежит «Вольво», мы об этом говорили, когда обсуждали двигатель. Ей принадлежит, скажем, «Марка Смарт». Ей принадлежит любопытная компания «Волокоптер», которая занимается созданием летающего полностью автономного такси. И, кстати говоря, компании «Джили» принадлежит «Лотус». Да-да, тот самый, голубая кровь, «Формула-1», британская классика. Так вот, настройкой и доработкой подвески этого автомобиля занимались как раз специалисты «Лотус». И, надо сказать, это чувствуется, потому что машина хороша. То есть машина действительно с хорошей, выносливой, энергоемкой подвеской, и подвеской комфортной. И это действительно вызывает уважение. Причем, да, разумеется, кроссовер кренится в поворотах, но в целом управляемость тоже на уровне. И здесь действительно чувствуется европейское влияние. А в придачу ко всему шумоизоляция, потому что даже на солидных скоростях в этом автомобиле можно говорить почти не повышая голоса. Одним словом, с точки зрения комфорта «Атлас Про» приятно удивил. Но если бы так гладко было все, с динамикой интереснее, потому что у нас с вами 170-сильный турбомотор. Да еще в придачу дополнительные 50 ньютон-метров электрические. Но мы получаем 9,9 в разгоне до сотни, по данным производителя. То есть, скорее всего, в реальности даже больше. И где смысл от всей этой гибридной установки, ну, с точки зрения динамики хотя бы? Интересный вопрос. Больше того, коробка, казалось бы, переключается за 0,2 секунды, но она как-то долго к этому готовится. И когда ты едешь в режиме комфорт, ты сначала нажимаешь на педаль, потом ждешь, а потом, наконец-то, начинает что-то происходить. Можно сказать, но ведь есть же режим спорт, он действительно есть. Вот поворотный переключатель, 4 режима, кстати, оффроуд, эко, комфорт и тот самый спорт. Нажимаем на переключатель. Красный тахометр передо мною появляется. Его, наверное, тоже инженеры Lotus рисовали по памяти. Прямо срисовывали с болида Формулы-1. И я вроде должен верхом на пушечном ядре теперь лететь, но вот только машина в пушечное ядро не превращается. Да, справедливости ради, реакции на газ становятся быстрее, но я не могу отделаться от ощущения, что вот таким должен быть нормальный, стандартный режим движения, а спорт должен быть еще более спортивным. Сложно оценить эффективность нашего мягкого гибрида даже и в ощущениях, потому что я нажимаю на газ, и да, машина принимается разгоняться. Да, уверенно и напористо, но какую роль в этом играют дополнительные 50 ньютон-метров, мне, честно говоря, сказать сложно. Другое дело, что эта система интересна еще и с точки зрения экономичности, потому что при движении накатом она глушит двигатель в двух режимах из четырех, чтобы он не расходовал топливо. И потом очень тихо, незаметно и комфортно для водителя снова его запускает. Надо отдать компании должное, салон удался, потому что ты садишься в большое, удобное, комфортное кресло с хорошей боковой поддержкой, между прочим, ну, по меркам класса кроссоверов, и вокруг тебя раскидывается интерьер. Интуитивно машина воспринимается прям вот классом выше. И даже когда ты начинаешь нажимать на клавиши, пробовать что-то переключать, все выверено, все хорошо подогнано, все продумано. Управление трансмиссией с помощью джойстика без фиксированных положений, как сегодня модно. А еще, как сегодня модно, многие детали сделаны из глянцевого лака, на котором мгновенно появляются царапины и отпечатки пальцев. Много лет я жду, когда же, наконец, этот материал выйдет из моды. Цифровая приборная панель хороша, но могла бы быть капельку поярче. Информация считывается легко и, самое главное, интуитивно. А что касается дизайна, то под каждый из четырех режимов свое оформление, а кроме того, можно изменять набор выводимой сюда информации. Правда, карту местности сюда не поставить, потому что в мультимедийной системе нет собственной навигации. Но можно подсоединить свой смартфон и пользоваться другой навигационной системой, которая почти наверняка будет лучше тех, что обычно по умолчанию устанавливают в автомобиле. С системами активной безопасности тоже полнейший порядок. В передний бампер встроен радар. Он не высоко сидит, но глядит далеко, на 160 метров вперед. Он присматривает за впереди идущим автомобилем, и если я с подозрительной быстротой начну к нему приближаться, то сперва машина предупредит меня об этом, а затем попробует остановиться. Но с точки зрения ежедневной эксплуатации, куда важнее, что здесь есть активный круиз-контроль. На данный момент доступны две комплектации. Это Flagship и Flagship+. Вторая отличается от первой наличием панорамной крыши, так называемого акульево-плавника-антенны на той же самой крыше, и подсветкой зеркал в козырьках. Поскольку в нашей машине нет ни первого, ни второго, ни третьего, это просто Flagship. Что касается цен, то на данный момент Atlas Pro в любом случае дороже 2 миллионов 100 тысяч рублей. Точные данные вряд ли имеют смысл, потому что они быстро, к сожалению, меняются в наших условиях. Под занавес мне бы хотелось сказать, что машина производит действительно очень хорошее впечатление, причем я не могу сказать, что ее разработчики работали именно на вау-эффект. Есть маленькие, приятные, продуманные мелочи. То есть, скажем, если вы выбрали режим спорт, помните, мы говорили про режимы эко, оффроуд и тот самый спорт, а потом вышли из машины, заглушили ее, потом снова сели, режим спорт будет по-прежнему включен. И вот в таких мелочах действительно забота о пользователе, поэтому автомобиль получился прям, скажем, интересным. Будут и более доступные версии, но все детали компания пока что хранит в строжайшем секрете. У меня на сегодня все. С вами была программа «Наши тесты». Увидимся!